Плановые отключения электроэнергии в республике продлятся до конца февраля этого года, за исключением тех дней, когда установится минусовая температура. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Минэнерго Дагестана Марат Шахальев. Мы оценили реалии, в которых мы находимся, и не стали от них отворачиваться. Они нам очень не понравились. Мы не стали от них отворачиваться, засучили рукава, разработали среднесрочную, долгосрочную и краткосрочную, я об этом говорил, по уровням, по приоритетам мероприятия и требуем от ресурсно-набжающей организации, когда добились уже источников финансирования, требуем неукоснительного использования. Сейчас в Дагестане ведется масштабный ремонт энергооборудования. Уже на 26 центрах питания региона увеличена трансформаторная мощность более чем на 160 мегавольт ампер. Заменено около 2500 опор и 113 трансформаторных подстанций. Оборудование, которое старое, которое изжило свой срок, мы его полностью обнявляем, поэтому пока мы его демонтируем, пока мы его правильно устанавливаем, пока мы его подключаем, чтобы не было там некачественной работы, вот у нас немножко время забирает, и поэтому мы, тут у нас работа выполнена где-то процентов 30, до конца февраля увеличивает мощность бригады, 20 бригад будут увеличивать. Сейчас в данный момент работают 12 бригад именно по ТП, но будем доводить до 20 бригад, и эту работу мы обязательно до конца февраля выполним. На пресс-конференции журналистов федеральных и региональных СМИ интересовал вопрос улучшения электроснабжения Махачкалы. В частности, почему нет должной обратной связи с населением, на какой период затянутся плановые ремонтные работы и готовы ли аварийные бригады к заморозкам. Еще вот сейчас будут заморозки, вот как вообще, вы готовы к этому? Уже готовимся, бригады, значит, до Генерго будут переходить в режим РПГ, особый режим МСК Северного Кавказа тоже, если он тоже об этом держит в курсе, вот, ну, будем, значит, смотреть по ситуации. Марат Шахалиев также отметил, что дополнительный объем проводимых работ по ремонту сетей стал возможен благодаря обращению главы Дагестана Сергея Меликова напрямую к президенту страны Владимиру Путину в августе 2023 года и принятого решения о выделении региону субсидий в размере 1 миллиарда 208 миллионов рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду. Большую часть средств, выделенных на обновление электросетевого комплекса Дагестана, определили на дагестанскую столицу. Хочу подчеркнуть, что своевременное вмешательство государства, в хорошем смысле этого слова, в вопросы, которые касались определения источника финансирования, позволили нам существенным образом нарастить ремонтные программы. И еще одно ключевой вопрос, который по нашей инициативе, как мы точно знаем, это очень интересует горожан, в первую очередь, жители Махачкалы, потому что основной комплекс мер сегодня проводится в Махачкале, почему же обещание ресурсно-снабжающей организации завершить все плановые отключения и ремонтные работы до конца календарного года не были завершены, а все работы перешли, в общем-то, в 2024 год и отфиксирован этот край, в общем-то, январь-февраль включительно. То есть мы ждем, что до 1 марта эти плановые работы будут завершены. В Махачкале уже увеличены трансформаторные мощности, заявил директор ДГНРГ Магомед Хабиб Мухумаев. По его словам, ежедневно в городе обновлением трансформаторных подстанций занимаются 12 бригад специалистов. В связи с предстоящим похолоданием аварийные бригады ДГНРГ переходят на усиленный режим. Для улучшения обратной связи с населением в конце февраля начнет свою работу колл-центр.